Мы с вами ощутили самую высокую краю штата, то есть той части, которая формировалась в Северской области. И вы видите панорамы на Крой. А Крой – это Итальянский фронт. А мы называем обшор прямо до Итальянского дворца. Крой – это свое название. Это город Кронштадт. Я за экскурсию в Кронштадт, в Санкт-Петербург. И вот я на берегу Финского залива. Главная пристань, откуда уходят все кругосветные яхты. А вот тот самый русский флот, от которого дребезжит вся Европа. И, конечно, я. Конечно, на Европе. На фоне обязательно этого флота я сейчас брошу монетку. А также здесь вот эта белая яхта. Якобы на ней Путин, можно сказать, слово Путин не призрели. Если слово, я сказал слово главнокомандующий. Вот. Но принимает парад здесь, когда происходит. И вот с этой пристани, это считается главной пристань, где ходят все, ну, все происходят кругосветные плавания. А сейчас тут два корабля нету. Они вроде как в сторону Крыма поплыли. Ну, главное, запомнили их называть. Вот я сейчас, вот она, монетка. Сейчас я буду бросать монетку, чтобы обязательно сюда еще приплыть со всеми детьми, со всеми остальными. Ну, все, точно обязательно приедем, потому что здесь есть на что посмотреть. Вот маяк, все остальное. Маяк-рыбак. Ну, это вот я. Я очень досталась, мне шикарная экскурсия. Вот я иду, иду и слушаю. Очень интересно, это Кронштадт, вон, поехать. Корабли и утки. Пока все. А это памятник Петру Первому, который построен, поставлен таким образом, в том, чтобы якобы, ну, в Швеции и в Стокгольме стоит памятник Карлу XII. Ну, и как бы утверждается, что якобы их взгляды, но направлены на самом деле друг на друга. И Петр Первый попирает ногой шведский флаг. Сейчас подойдем поближе и посмотрим. Главное, от группы своей не отбиться. Сейчас подойду поближе, сфоткаю памятник. Все, пока все. Не было бы ни корабля, ни полукранштадта. И старшина Тамбасов начинает выбрасывать горящие снаряды за борт. Последний снаряд разорвался у него в руках. Когда в 70-х годах списывали Ленкора Октябрьская революция, то орудия с Першиной Тамбасову установили здесь, в Кронштадте, на берегу Проводного канала. Слева Атлас, а рядом Икаря, с Ленкора Октябрьская революция. Да и посмотрите, в левые окна автобуса, на панораму Докового Адмиралтейства. Пусть эта панорама останется у вас в памяти, как визитная карточка Кронштадта. Во второй половине 19-го столетия вдоль канала были посажены деревья. Был создан Екатерининский сквер, место светских прогулок Кронштадта. При входе в сквер села табличка «С собаками не заходить, солдатам и матросам не входить». Справа остаются красные кирпичи от зданий. Это так называемые служительские дома, построенные в конце 18-го столетия. В глубине находились здания для рядового состава. Ну а на Екатерининскую, так это называлось, улице тогда, сейчас это советская, выходили казармы для офицерского состава. В конце 19-го столетия здесь было построено здание офицерского ученища справа от нас. Трехэтажное каменное здание с двухэтажными кирпелями. И вот, посмотрите, это было самое красивое здание Кронштадта. Здесь и наличники, здесь и лопатки. Ну, сейчас там до сих пор офицерский клуб. В начале 20-го столетия в Кронштадте стали строить здание библиотеки. Правда, достроили библиотеку только в 30-х годах 20-го столетия. Библиотека там до наших дней. И вот справа, посмотрите, серое здание с колоннами. Вот тогда многие офицеры сдавали книги вот сюда, в эту библиотеку. Так складывались фонды этой библиотеки. Ну, а слева от нас остается здание гостиного двора. И мы с вами будем выезжать на улицу Вастали. В прошлом это был Северный бульвар. И проходил он вдоль крепостной стены. И вот надо отметить, что этот крепостный...